Доброго Нихао, мои дорогие друзья! С вами Магистр Китаец, и сегодня мы разберем новую, свежую и интересную арену. Сетап очень непростой, но выиграть его можно, если сильно не ошибаться. Сначала я покажу вам проанализированную арену, а после этого полную версию, по просьбам желающих просто насладиться аренкой. Рога сапнул монкой, на меня повесилась метка. Эта метка означает то, что рога будет вскрываться сразу скиднее по мне. И я в идеале должен был нажать БШ, но немного не успел среагировать. По мне пошел заезд на все бабки. Рога замелдил дизарм. Скорее всего он хотел замелдить стан и продлить по мне. Контроль чипшотом. Очень хороший опен для них. Стан отдается, чтобы рога тринканул как можно раньше. Я сразу же начал убегать, у них был заезд на все бабки. Но на самом деле это заезд без блайнда и без вендетты. Поэтому отдавать кулдауны, такие как ретала или тринкет, не хотелось. Я нажал хп и дальше на мужика терпел, потому что у моего монка есть кокон. Ааааа... Мужика, ну мужика, ну... Смех... Мужика... Обращу ваше внимание на то, что я не отдаю сразу фуллы, потому что рог пал еще не реализовали свой заезд полностью. И я не могу никого догнать. Поэтому фуллы будут отданы в пустоту. Мой монк получил фулл блайнд, но опять же, это был блайнд без вендетты, а я фулл хп. Поэтому мой монк, конечно же, не хотел тринковать. Я нажал аватару для дефа. Это абсорб с азеритки и 15% ферсы с тринкета. У роги нет мелда и ваниша, поэтому он не ресапнет. Но нужно еще было следить за палом. И когда я понял, что сап неизбежен, то тринканул кидни ближе к концу коста и поставил баннер. Тем более пал в крыльях и будет очень сильно дамажить, поэтому просто танчить такое не хотелось. Я не стал свитчить в пало, потому что у него венги и я его не пробью. А роги нельзя дать рестелснуться. В итоге мне удалось хорошо подловить рогу за ящиком. Но мой монк снова получил репу, поэтому под конец стана я начал лосать. Ибо туда еще поркнул мой глазик, который под кидни просто уничтожит меня. Ушел с роги на пало, чтобы не получить кидни и попытаться предотвратить контроль с их стороны. Ну и может чуть-чуть ауешнуть. Далее прокает фонтан и я стараюсь не заходить за него от своего хила, потому что я могу получить кидни. Пал побежит на ход шереп по монку и возникнет неприятная ситуация. Здесь я пытаюсь дать дабл фир, чтобы остановить их заезд, но это немного не удается. И монку приходится отдавать триньку кокон, чтобы поднять меня, иначе я бы умер. Игра продолжается. Когда я в коконе, это как бабл. Нужно ехать на все бабки и выбивать кулдауны. Сильно пороги. Кидни по мне абсолютно не опасны. Контроля у них нет, но у роги скоро будет блайнд и мне придется отдавать кулдауны. Пока у Пала венги, я не спешу ничего делать. На данном этапе игры он легко прохилит весь мой дэмэдж и даже при этом сам еще убьет меня. Поэтому я просто не даю им никуда уйти. Пал явно побежал на агрессию, поэтому я дал ему стан. Именно стан, а не фир. Потому что во-первых, паладин стоит один. Во-вторых, стан длится меньше и кдшится меньше, а фир мне может еще пригодиться. Ну и в-третьих, потому что у Пала все еще есть тринька. Станем Пала. Тринька ну. Спринт. Город Сайлент. Дизарм, Роги. Так как Пала на фридуме, а Рога на спринтах, я решил скинуть дизарм наперед, потому что потом могу не успеть. У Роги откатывается блайнд, может возникнуть неприятная ситуация, поэтому даю дабл фир, венги у Пала кончаются, Монг может поднять меня перед заездом. Какая венги у них. Обращу ваше внимание на то, что я не выхожу из деф стойки, потому что, во-первых, у Роги есть кидни, во-вторых, у него есть блайнд, и поэтому дамажить мне приходится в дефе. А здесь такая ситуация. Я в замедлении еле иду. У Пала нет прока на киртовый шок, и он стоит кастует хил, и видит, что я не успеваю дойти, чтобы кикнуть его. Поэтому я играю немножко наперед. Даю ему немного покастовать, чтобы он почувствовал уверенность в том, что он завершит каст и похилит Рогу. Наконец-таки нажимаю аватару, которую оставлял на деф, понимая, что Пал сейчас не ожидает этого. Снимаю с себя замедление, и успеваю добежать на кик. Здесь можно было попытаться забанерить блайнд, но я не стал так рисковать, потому что у меня все еще была тринька. Но зато я нажал бы ша на кидни, и сохранил свою родненькую триньечку. Паладин кастует репу. Я ее закрыл станом, потому что кик на кд, и поставил баннер на ваниш, и словил в него чипшот и сап. Так как ситуация реально неприятная, и впереди еще 6-секундный ход, что я нажал реталу, чтобы точно не умереть. И стараюсь стоять рядом с Палом, чтобы кикнуть покаяние. У Роги есть мэлт, и он явно хочет попытаться убить меня, потому что даже если Рога не дамажит, Паладин все еще дает ДПС не менее приличный. Поэтому после моего кика по Палу, он нажимает мэлт, и дает рисап после стана, и гороту сверху. Пока я был без замедления, воспользовался этим, и отбежал. Чтобы у Монка было время выйти из контроля, и дать мне, наконец, этот чертов кокон. И тут я, конечно же, иду добивать Рогу, потому что Пал пытался добить меня, и мало хилил Рогу в последнее время. У них была большая цепочка контроля, но я не позволил им себя убить. Заметьте, что Риталу я отдал только сейчас, я не отдавал ее раньше, когда были опасные ситуации, и сейчас она спасла мне жизнь. В чем суть арены? Не умереть, не дать им свободно контролить и дамажить, предугадывать их заезды и вставлять им палки в колеса. А после этого идти в атаку и добивать. Тут все как с немцами, они шли на нас, думая, что сейчас добьют, а мы отбились, пережили их заезд и пошли добивать их. Если понравилось видео, разумеется, я жду ваш лайк и комментарий, спасибо вам большое за поддержку. С вами был Китаец, до связи. Я без колеса буду, на дамаж. Понимаю. На самом деле мог стоить это. Дизарм сразу дымил. Понял, он замелодил и дизарм. Дал. Мужика ну, мужика ну. Сусть. Мужика ну. Моразь, на роги стоит. Дизарм роги. Лайфа мне нет рингка. Окей, да. Хорошо. Эбан. Рингканул для этого. Еду афенсив, можешь контролить. Ооо, вот это прикик ебать. О, ебать, меня там тигель занесел. Может попало пока. У меня есть там на рога. Там винге просто все равно. Вингхуй. С левилами. Реф вполне нормально. Нормально, я думаю. Я за лошадку. Почему это уроки прикики, я тебе хочу сказать? Пыду минуту на полу. Понял. Сходил на полу. Разъебали вы дайте. Блядь. Я же сам снял. Наверное, да. Сильно прыгает. Да чего, блядь, это такое? Че это за кики, блядь? Не знаю. Мне колесо. Нормально. Ебать, че это за кики? Это уроки все живы, нет? Овенги. Большие, походу. Да, это тихо лучше от вас. Сейчас. Я застаню пау. Дринканул. Бизар, ноги. У меня паа сейчас, скорее всего будет. Дабл фир еще дам. Пускай отдыхают. Ковинги у них. Не успел кокон дать, сука, но знал. Нажал вот так. Реп на закрыл. Нажал. Понятно. Даловсе нажмите. Гаража, гаража. Больша. Сар, на секунду. Отошел от него. Убивать. Убивать. Он худел и выжил ножом. Все. Эти кики, ты бы видел, ты понимаешь, что я даже еще не сам у себя не начинаю доставать. Да. Он уже готов. Ты, наверное, просто останавливаешься, он уже готов. Я не знаю, но это прям, именно, это пиздец. Я кики-ки первый раз в жизни он получает. Типа даже, знаешь, автокики, даже они не так кикуют, блядь. Знаю, но чисто прикидь, да.